В ноябре в Украине вспоминают жертв голодомора в 20-х, 30-х и 40-х годов 20-го века. Только в 30-х годах прошлого века от голода и репрессий в Украине погибло более 3 миллионов человек. Что же стало причиной такого бесчеловечного отношения советской власти к своим гражданам, сегодня волнуют миллионы наших соотечественников. По Украине в эти дни происходило множество различных акций. Послание в вечность, презентация документальных фильмов, обсуждение причин голодомора среди представителей науки, общественности, политиков. Как замечает Андрей Юсов, глава Одесской областной партийной организации партии «Удар» Виталия Кличко, подобные мероприятия в том числе важны для понимания произошедшей трагедии молодыми поколениями украинцев. Стоит также заметить, что проблема долгое время замалчивалась. До сих пор не открыты все архивы по этим трагическим событиям. Поэтому многие, в том числе и за рубежом, просто физически не могут представить себе масштабы произошедшей трагедии. Я думаю, что однозначно, что Украина будет продолжать кампанию, апелеванную до всего света, что до вызнания голодомора геноцидом украинского народа. Но одновременно мы сами еще должны усвідомить ту трагедию, которая произошла. Для многих украинцев это еще не целиком зрозумілое питание. Замалчивание привело к тому, что многие из нас просто не понимают, как мог происходить голодомор на той или иной территории. А между тем, в той же Одесской области голодомор имел свою специфику. Спецификой Одессины есть то, что тут есть большие места. В больших местах было тяжело, но не было такого масового голода. Потому что те сведения, которые мы собрали у великой кількости людей в разных районах Одессины, доводят, что люди, спасающиеся от голода, ишли в город. Их не пускали, но дехто все-таки деставался до города. Они тут влаштовывались на работу, и той пайки, которую им давали на работу, им вистачало, чтобы вообще откладывать шматочки хлеба и продавать в село. Также особенностью Одесского региона было то, что помимо колхозной системы у нас сохранялась хуторская. В отдаленных селах можно было выживать. До них руки экспроприаторов просто не доходили. Необходимо также заметить, что Одесский регион в 30-е годы, как и сейчас, представлял собой плавильный котел, где бок о бок жили люди самых разных национальностей. Исследователи отмечают, ответственными за экспроприации были преимущественно евреи. Но они не особо рьяно притворяли решение партии в жизнь. Украинцы потом отплатили добром своим спасителям. Под час Другой святой войны мы с вами знаем ставление нацистов до евреев. Украинцы помогали евреям. Они записывали своими детьми еврейских детей, записывали себе в родины, домовляючи сельскими радами, переховывали у себя этих людей. Большое из них погибло вместе с этими евреями, но много помогли и спасли целые родины. О происходящем необходимо помнить, подчеркивают организаторы мероприятия, просто потому, чтобы в будущем подобных трагедий не повторялось.